Что ж, мы с вами победили Армага, ну и самое, наверное, время отправляться дальше в путь. Я думаю, мы с вами вернёмся в столицу, у нас здесь сделка с дьяволом, и, судя по всему, нам пора пребывать на коронацию. Ну и поговорить с Валери в столице, смотрите-ка, хищная королева. Тоже интересно, но пока не совсем понятно, где все эти места. К счастью, у нас с вами есть целая сеть порталов, поэтому мы дойдём до Тацельфорда, потому что я так подозреваю, что мы порядочно так нагружены, если не перегружены. И было бы неплохо сначала зайти туда, продать. О! И древнее проклятие, чёрт возьми, как не вовремя. Злые шутники. Хм, ну, Кестон. Тёмное место, известно как Лысый Холм, вновь напомнил о себе. Феи всех мастей, отмеченной той же иступлённой ненавистью, что и магические твари до них, словно объявили смертным войну. Проказы превратились в жестокие опасные шутки, а рогут в загреши всё чаще и чаще оборачиваются гибелью тех, кто стал объектом шутки. Можно избавить феи от напасти, сводящей их с ума, или избавить украденные земли от зловредных созданий. Ну, я-то в целом... У-у-у-у. Мы можем с вами присоединить новые... Причём... А, нет, 325. Почему-то я прочитал 125 золотых и такой дёшево. Хм, и у нас есть изучение природы проклятия Армака. Может кто-нибудь этим заняться? Джот Кавкин. Блин, я боюсь, что мы какой-нибудь ранг повысим, и у нас опять денег с вами не будет. Эээ... Чё у нас в событиях, кстати? Кто-нибудь там что-нибудь... Ех... Промахнулся. Эээ... Короче, нам в любом случае в тронный зал, судя по всему. Ну... Эээ, народ устал, народ устал, давайте дойдём. Да, видимо не дойдём, но ничего страшного. Отдохнём здесь, как есть. Там как раз, может быть, и на Лысом холме что-то разрешится. Было бы здорово, чтобы мы сразу... Хотя мы можем, знаете чё? Мы можем с вами, наверное, дойти... Давайте зайдём сюда, всё продадим. Типа телепортнёмся в столицу, и пока мы будем идти до Лысого холма, у нас ещё время немножко пройдёт. Может быть, это как-то... Как-то нам ещё поможет. Тикс. Ну, что ж. Опять же, я, наверное, сейчас всё продам, и мы с вами встретимся. Ну, что ж. Смотрите-ка, 111-444. Поторговали, блин. У чувака вроде ничего интересного я не нашёл. Поэтому просто продадим ему всё это. Ну, нормально так. Тут смотрите, что интересное. А, вот эта штука. Адмантиновый нагрудник. Если его посмотреть, адмантин, он даёт снижение урона ещё. Это, может быть, Амире, допустим, пригодится. Не знаю, будем ли мы ещё её использовать. И у нас с вами вот здесь есть амулет природной брони плюс 3. Ну, вот так вот. На Джубелос-то наденем. Это ему поможет. А, соответственно, этот амулет продадим. Ну, и вот это... Хм, свитки ускорения, не знаю их. Много не бывает. Эй. Во. Супер. А теперь, наверное, с чистой совестью можем отправляться с вами в столицу. Ну, видимо, участвовать в коронации должно быть прикольно. Я, по крайней мере, жду не дождусь, я ещё не видел. Интересно, какова вероятность, что во время коронации всё тоже пойдёт известным половым органам. Давайте проверять. Эм, наверное, да, сразу в тронную... Эм, знаете, я бы на главную площадь зашёл сначала быстро. По той, на самом деле, простой причине, что потом мы отправимся в тронный зал. И чтобы потом оттуда нам не возвращаться сюда за покупкой очков строительства, мы можем сначала здесь, короче, всё сделать. А потом уже, ну, короче, немножко тянем, на самом деле, время. Ну, знаете как, вы знаете, что предстоит что-то приятное, и вы чуть-чуть, короче, тянете и не торопитесь, потому что вы знаете, что впереди что-то приятное. Банально, ну, не знаю, странно, может быть, прозвучать. Но, ай, да что ж ты, блин, интерфейсище. Ладно, вот так как-нибудь купим. Ну, пошли. Там кто-нибудь превратится в оборотня, кто-то ещё на нас нападёт, прозвучит взрыв. Ну, у меня тысяча вариантов того, что, наверное, пойдёт не так. До этого у нас всё прям хорошо, не происходило, по-моему, ни разу. Давайте смотреть. Ваша милость. Ха, а вы... Ведь я смогу так обращаться ещё совсем недолго. Я хотел сообщить, что к торжеству всё готово. Гости в сборе, столица украшена по случаю, а народ уже с нетерпением ждёт твоего появления. Ну всё, теперь-то уже точно можно начинать празднование. С ума сойти, как волнительно. На моих глазах появится новое королевство. Давно пора, если спросишь меня. В моей книге о наших похождениях ужасно мало эпизодов с достойным вознаграждением героев. А ну, девочка, хватит таратурить. Все уши прожужжало, дай-ка другим сказать. Ну что ж, Кураж, думал, не доживу до такого. В украденных землях, наконец-то, появится достойный король. Теперь-то, когда вас признали другие монархи, никто ваш трон не оспорит. Храни вас, и ваше королевство я растил. Правьте мудро, народ зря не обижайте, и с соседями дружите. Не со всеми, конечно. Выйдет демоны, забери этого и ровите поганого. Ну, если кто руку протянет, не отталкивайте. Ладно, хватит болтовни. Вон, линзи издергалась вся уже. Хе-хе-хе-хе. Так. Наши высокие гости, Джаманди Алдори и Натала Суртова, хотели бы поговорить с тобой до того, как ты выйдешь к народу. Приятной беседы, а мне пора готовиться к церемонии. Коронация начнется, как только ты появишься на площади. Джаманди Алдори и Натала Суртова держатся друг от друга на почтительном расстоянии. Джаманди причащает горло. Итак, Кураж, ты добился своего. Твое королевство будет нашим общим союзником и гарантом будущего мира. Необычный поворот, но с момента твоего появления на политической арене Бревая произошло много необычного. Натала едва слышно вздыхает. Порой приходится отбросить излишнюю щепетильность и позаботиться о лучшем будущем для своих подданных. Не знаю, к чему придем, но попытаться стоит. У нас может и не быть другого посредника, подобного тебе. Джаманди с усмешкой качает головой. Как это ни странно, но я согласна. Ты стал символом больших перемен, Кураж, и будешь достойным королем. Пока я не забыла, Кураж, Кассель готов вернуться на службу и помогать тебе в управлении государством. Похоже, ты произвел на него серьезное впечатление, раз он хочет лично видеть, какими станут украденные земли под твоим управлением. Хм. Ну, я приму корону и буду править во благо своих подданных. Вот как. Надеюсь, ты будешь править страной с той же решимостью, которую демонстрируешь сейчас. Когда-то, став союзницей мэра Рестова, Рестова, я был уверен в том, что поступаю правильно. Время несколько изменило мое мнение. Однако отступать уже поздно. Не дай сомнением одолеть тебя. Как бы то ни было, пришло время обсудить, какую выгоду мы сможем извлечь из нашей необычной ситуации. Я уверен, что у тебя есть идеи, как можно скрепить наш тройственный союз. Наши государства связаны. Сегодня и на долгие годы. Я поддерживаю твое восхождение на престол, но ты должен понимать, какие обязательства это накладывает на тебя. Подумай хорошенько перед ответом. От твоих слов зависит, насколько близки будут наши страны в будущем. У нас вариант. Либо мы скажем, что мы обещали быть посредником и... Ага. Либо послать всех нафиг и сказать, что это формуальность. Нет. Я обещал выступить посредником между Суртовой и Алдори, и я намерен сдержать свое слово. У меня множество идей, как усилить наш союз. Мы сможем обсудить их позже. Конечно, нужно прояснить детали, но этим уже займутся советники. Наталла задумчиво качает головой. Значит, это правда. Дом Суртова заключит соглашение с ладыком мечей. Кто знал, кто знал. Круто, что Кассель вернулся. Блин, я так этому рад. Значит, решено. Наш разговор и без того затянулся. Вас ждут снаружи, Ваше Величество. Время предстать перед своими подданными. Ух. Заметьте, что никто из тех, кто нас, типа, там ждал, пока... пока не объявился. То есть, было бы странно, если бы у нас сейчас Джейтл пришла, там, с какими-то проблемами. Мастера принесли дары. Ну, предстанем же, да? Линдзи чуть не подпрыгивает от нетерпения, крутя в руках свиток с торжественными клятвами. Ворон, да где же тебя носит? Все только тебя и ждут. Скорее! Она гордо демонстрирует вам исписанный и щеркиный пергамент. Сколько не искала, ни в каких книгах и учебниках не нашла ничего похожего на протокол коронации в украденных землях. Поэтому я взяла на себя смелость самостоятельно написать всю программу и текст. Не волнуйся, старалась, как для себя. Линдзи откашливается и поворачивается к толпе. Жители королевства, дамы и господа, с величайшим трепетом и неописуемым восторгом я, Линдзи, официальный летописец всего героя, начинаю священный ритуал коронацию первого законного владыки в историю украденных земель. Силой царствующих особ, признавших его равным себе, и волей народа, принявшего его правление, сходит он на престол, что столь долго ждал достойного правителя. Славный народ, я представляю вам кураж, вашего короля и бесспорного лидера. Он стоит перед вами и готов принять ваше решение. Все, кто собрался здесь, готовы ли вы принести клятву верности? Клянусь! Растил, храни короля! Слава королю! Клянемся в верности! Да здравствует король! Да-да, конечно, сколько болтать будете? Давайте уже к пиру в честь вождя переходить. И я не подданный, так что клясться не буду, но против такого короля я ничего не имею. Джабилост, вот поэтому он мне и нравится. Значит, с этим решено. А теперь Линзи торжественно поворачивается к вам. Ваша очередь, ваше величество! Бордесса откашливается и чинно зачитывает собственные слова. В ваши руки вверяем мы жизни свои и воплощаем о судьбе, предначертанной нам под вашим правлением. Ответьте! Как вы собираетесь править этими землями и людьми, их населяющими? С благоволением и заботой к страждущим или стойкостью и суровостью недостойным? Хм. Эм, пум. Хе. Ой, какой ужас. Эм, блин. Мне кажется, вот так. Никому, пришедшему ко мне с просьбой или бедой, не откажу я в помощи. Будете ли вы чтить заветы и традиции, сложившиеся всем краю до вашего прихода, и общие законы, принятые для всех и каждого? Хм. Ну, ладно. Я последую тем законам, что несут благодать моим подданным и моей земле. И последнее. Под каким девизом пройдет ваше правление? Провозгласите его сейчас, чтобы мы засвидетельствовали его и сохранили в памяти эту торжественную минуту. Мне вот это нравится. Милосердие прежде закона. Линдзи пробегает глазами последние строки манускрипта. Ну что ж, она откашливается и поворачивается к толпе. Досточтимые гости, прекрасные дамы. Мы соблюли все ритуалы и уже близки к долгожданному моменту. Преклоните свои колени и засвидетельствуйте торжественный миг. Корону. Сейчас что-то будет. Да? Оу. Ура! Гиб-гиб! За здравие, высочество! Да здравствует король! Линдзи приближается к вам и обращается в полголоса. Речь, ваше величество, по традиции коронации нужна речь. Хорошо, я возьму слово. Линдзи радостно хлопает в ладоши и поворачивается к толпе. Дамы и господа, его величество желает произнести торжественную речь. Вы выступаете вперед. Многолипкая толпа перед вами, еще мгновение назад громко шумевшая, постепенно затихает. На вас смотрят десятки глаз. Мои любезные подданные, все, о чем я мечтал даровать тем, кто поверил в меня покой и безопасность, которых вы столь долго были лишены. Слова льются рекой. Искренние, благожелательные и полные тепла. Лица людей в толпе светлеют. Словно из-за туч выглянуло робкое солнце. Некоторые женщины украдко утирают глаза. Мужчины сдержанно кивают и улыбаются. Ммм. С ума сойти. Бордесса поворачивается к толпе и изо всех сил кричит. Король сказал! Слава королю! Слава королю! Да славится его величество в веках! Слава добрейшему исправителям! Слава благому королю! Да здравствует кураж! В словах королевы я слышу отзывы грядущих чудес, увидительных свершений. Неужели я все это вижу своими глазами? Какая страсть! Какой надрыв! Поистине лучезарный турнир будет не полон без вашего участия. Слушай меня, народ! Его величество объявляет начало праздника. Довольно речей! Веселитесь и пейтесь за здравие нашего короля! Ох! Ну, погуляем. Что за лучезарный турнир? Кто это? Это было настоя... Хм... О, да здравствует король! Поздравляем! Ваше оборонство превратилось в независимое королевство. Теперь вы можете улучшать показатели своего королевства выше шестого ранга, а весь государственный доход остается в вашей казне. При этом вы больше не будете получать финансовую помощь от ваших союзников бревая. Эу! Это был настоящий триумф! Забудьте о оборонстве! Теперь наш предводитель надел корону монарха! А стало время королевских свершений и королевских же опасностей! Мм... Я слышал тэдэдэн. Мм... Неплохо. Эм... О, развитие событий через 14 дней. Ладно. Хотя уже в квесте есть прибыть на лысый холл. А, да, поговорить с Валией. У нас сегодня будет немножко эпизод, получается такой разговорный. А почему у нас королевство... Уууу... Головной убор монарха, дающий носящему бонус усиления плюс 6 к харизме, интеллекту и к мудрости. Эх... И бонус с бросков плюс 2 против аффектов принуждения. Хе-хе-хе. А где наша вот эта теара ментального совершенства? Я знаю, кому я ее... Мм... Жаль. Мм... Жаль. Мм... Да. Вот кто у нас будет ментально совершенен. Хе-хе. Мм... Что ж. Ну, нам идет. Хе. Странно, конечно, что мы будем с вами ходить воевать в короне. Мм... У них тут тусовка такая своя. Настало время поговорить с Валерией о том, что произошло. Валерий приветливо кивает вам. Рад тебя видеть. Насчет того, что произошло в храме призм. Прошу тебя, дай мне сказать первый. Я хочу поблагодарить тебя. Извиниться. Мое присутствие рядом с тобой привело к огромному множеству неприятностей. Валерий вздыхает. Поверь мне, я не хотел этого. И мысль о том, что тебе пришлось пережить, печалит меня. И в то же время я рада, что у меня была возможность пройти через все это плечом к лечу с тобой. Я наконец-то перестала обвинять Шеллин во всех своих бедах. И обрела покой. Не то, чтобы я вдруг взлюбила богиню ее бестолковых последователей. Валерий слабо улыбается. Но теперь я понимаю. Если хочешь, чтобы избранный тобой путь уважали, уважай чужой, каким бы нелепым он тебе ни казался. И, конечно же, я готова вернуться к своему долгу перед тобой. Тебе предстоит немало битв. И моя обязанность защищать тебя от любых угроз. Валерий церемонно кланяется. Вместе мы преодолеем любые препятствия, я уверен в этом. Валерий улыбается одним уголком рта. Твой энтузиазм напоминает оптимизм Линзи. В хорошем смысле. Эм, ты так стремишься выполнять мои приказы. Почему? Как это почему? Валерий неудоуменно округляет глаза. Это тот, для чего я следую за тобой. Я вступила в твой отряд, потому что я верю в тебя. Я верю, что ты стремишься поступать благородно. Пусть даже это не всегда может получаться. Ты мой командир. Твои распоряжения для меня закон. Мой долг исполнять их. Валерий неожиданно запинается. Ну, до тех пор, пока ты не прикажешь чего-нибудь совершенно бесчестного. Но ведь этого никогда не случится, правда? Я рад, что шрам пропал. Валерий прикасается к лицу в том месте, где раньше был уродливый след от раны. По крайней мере, события вокруг меня вернулись в свое обычное русло. Этим утром опять нашла под дверью любовную записку. Валерий издает смешок. Не могу сказать, что сильно скучала по этому излишнему вниманию. Что ж, спасибо за разговор. Мы обязательно побеседуем еще раз. Как пожелаешь. Валерий с достоинством кивает. Эй, мы монархи, мы монархи, мы монархи. А что у нас там? 40 тысяч до уровня. А, давайте заглянем внутрь. Там нас еще ждет сказитель. Оу, я забыл. Джейтл пересекает трону на залу четким уверенным шагом. Что-то в ее движениях заставляет думать, что инквизитор чем-то сильно увлечена. Есть новости о полукровке, наконец-то. Я думал, он бросится искать укрытие подальше от твоих земель, но нет. Обнаружился поблизости. И где он? Был замечен недалеко от Долины Мертвых. Какое подходящее место для Форазмита. Отчаянно желающего очистить мир от нежити, верно? Если бы рвение, да квардакаю в зубы. Но я хотел рассказать о другом. Полукровку заметили, когда он пытался выследить некую нищую страницу. Судя по тому, что удалось узнать моего агенту, она может оказаться весьма любопытной персоной. Для того, чтобы выследить полукровку, мне пришлось обратиться к отборному сброду, ворам, бродягам, грабителям гробниц. Один из них и разыскал он его, а затем нищенку, который без зазрения совести обобрал. На ее сумке нашлись зловещие письмена, которые вор посчитал проклятыми и решил избавиться, передав мне. Знаешь, чем они на самом деле оказались? Отрывками и заступаю голову. Голоду. Священной книги последователей Ургатова. Я внимательно изучила украденные заметки и предполагаю, что их владелица – жрица Ургатова высокого ранга. Похоже, полукровка последовательна в желании избавить мир от служителей моей богини. Он отлично умеет путать следы, но сейчас у нас есть шанс перехватить его. Отправимся в долину мертвых и разыщем жрицу первыми. А когда он явится за ней? Что ж, слуга божества должен умереть. Уметь постоять за свою веру, не так ли? Хорошо, когда будет возможность, мы навестим долину мертвых. Благодарю. Хочу сказать, это важно для меня. Я устал жить в тишине, не слыша голоса моей богини. Я хочу поговорить с этой жрицей, узнать, чего Ургатова может ждать от меня. И я хочу получить ответы. От моего убийцы в том числе. Суровая женщина. О, Бокин. Давно не заглядывал. Спасибо тебе. Да, работай над чем захочешь. А у нас тронный зал такой уже, нормально так набитый, смотрите-ка. Приятно. Ну, то есть, если бы мы были хреновым правителем, от нас бы как минимум старались держаться подальше. Так, давайте посмотрим, что он из этого купит. Окей. Остальное сейчас я быра-быра уберу. И мне хочется опять на свою должность назначить товарища Касселя Алдори. Уж очень хорошо он с ней справлялся. Да, и в принципе, он довольно-таки приятный чувак. Вот, спору нет. Так, это все убрали. Тиара. Шапка. Жазл может пригодиться. Лопата, не знаю, тоже может пригодиться. Масло, кислоты. 1 до 6 курона оружия. Одна минута за уровень. Ну, 7 минут. Если что, может быть, тоже пригодится. Давайте смотреть, что в королевстве. Ух ты. Так, джейтл есть. Что у нас там, впрочем? Воинская школа Алдори. Все военные академии в вашем королевстве обеспечивают плюс 2 к лояльности, стабильности армии. Неплохо. Экономик. Торговля в лес с рестовым. Улучшенный контроль границ. Плюс 2 к разрешению. Так. Сотрудничество с Бревоем. Торговля с чем-то. За каждый тип поселения, когда торговая совершенство с ртуасу. Дороговато, что-то все это стоит. Вот это бесплатно. Пусть Линзи этим и займется. У нас же есть какие-то события. Да, Линзи больше ничего не может разрешить. Давайте день пропустим. Во. Речные проказницы есть. Злые шутники есть. Казначей. Хм. Тронный зал. Видимо, мы не должны были пройти дальше шестого ранга, поскольку мы прошли вот эти события, которые должны были произойти, не произошли. Хураж. Торговый поток через наше владение растет. Пора воспользоваться правом устанавливать пошлины и отчисления с купцов, предлежащих на твои земли. Раньше этим правом пользовался бревой. Теперь все в твоих руках. Осталось лишь определить, что будет обложено подутью. Я рекомендую придерживаться золотой середины, не прижимать купцов в стенки, но и не верить в их жалобы про последнюю медную монетку. Стоит обложить налогом товары, доступные богатым и материалы, нужные ремесленникам. У тех и у других есть копилка, которая позволит пережить введение новых пошлин без катастроф. Нет, ты, конечно, можешь не пользоваться моим советом. В конце концов, чего стоит слово знаменитого путешественника, видевшего множество стран и знакомого с их законом? Глупо, если я приму это решение через твою голову. Мы обложим пошлины товары для богачей и для ремесленников, соблюдая тем самым принцип разумной жадности. Ну, окей, это я, в принципе, готов принять. Лояльность немножко упала, но это я готов принять. А, мне интересно, что там с этим, черт возьми, холмом. Текс. Рост ранга. Ха, можем еще экономику улучшить. Давайте попробуем. Оу. Ага. Я так понимаю, нам надо на лысый холм. Тек. 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 Тренеров. Обучение Майгора для позиций казначей. Кстати, советники. Кто у нас тут? Нет. Кассиэль. Во. Так, события. В замке ждет проситель. Пьяный праздник. Кесло. Да? Да, проблема. Совершенно секретно. Это возможность. Это проблем пожар. Давайте. Валерий Риши. Загадочный сорняк. Кавкен. А, нет. Трестер. Беспорядки в армии. Кассиэль. Совершенно секретно. Октавия. Проситель есть. И у нас остался свободным товарищ Джубилост и товарищ Кавкен. Давайте Кавкен, наверное, что-нибудь есть коротенькое здесь. 60 дней. Да, блин. 60-90 дней. Да, пусть. Так. Экономика. Да. Давайте вот здесь займется Джубилост. Ух ты. Клево. А, тут что-нибудь можем? Все, все заняты. Все при делах. Супер. Идем в замок. Лицо ювелира сияет, да. А, ну, здесь мы ждем творения. Надо было какую-нибудь землю нам присо... Оу. Нападавшие феи основательно потрепали ваше королевство, ваше величество. Совместными усилиями вас и ваших подданных нападавшие были повержены. Многие бежали и скрылись в окрестных лесах. Мы заработали заслуженную передышку. Линдзе смотрит на Тристина непривычно серьезным взглядом. Ведь это ты стоял за нападениями, да? Но почему? Тристиан безвольно опускает голову. Да, по крайней мере, отчасти. Моя госпожа... Губы Тристиана презрительно кривятся. Нериса приказала мне открыть путь для существ Первого мира. Я много путешествовал между мирами, и эта задача не составила для меня особого труда. Галларион тесно связан с Первым миром. Споттанные порталы между этими двумя мирами не редкость. Я всего лишь придал одному из таких порталов некоторую предсказуемость. Раз в несколько месяцев он распахивался достаточно широко, чтобы существа Нериса могли пройти сквозь него. То, что я совершил, было ужасно. По моей вине гибли люди. А я мог только лишь предупреждать о готовящемся нападении. Я скорблю одних каждый день. Я лишь надеюсь, что однажды я смогу искупить свою вину перед ними и перед вами. Голос сказителя тихий, но твердый. Как бы то ни было, я сомневаюсь, что раскаяние Тристина каким-то образом предотвратит следующее нападение. Нападения будут продолжаться? А как и в случае с неудачьим цветком, я лишь помог Нерисе открыть портал из Первого мира на Галларион. Но я не стою во главе ее армии. Тристиан, я помогу тебе заслужить прощение. Вместе мы победим Нерису. Я не заслуживаю твоей помощи. Но видится Ренрей. Я так тебе благодарен. Мы приготовимся к следующей атаке. Кто бы ни стоял за нападениями, мы так просто не сдадимся. Сказитель кивает. Я уверен в этом. Ваше королевство гораздо крепче, чем думают ваши враги. Раз за разом вы убеждаете их в этом. Тикс. Ну что ж. Лысый холм, лысый холм. Ага. А мы туда может зайдем? Там же кто-то должен был появиться, не? Фух. Ну, наверное стоит. Блин, как непривычно в короне бегать. Насколько я знаю, товары у купцов обновляются после начала новой главы. Вот я только не знаю, когда начинается новая глава. Поэтому... Ну, новый лысый холм у нас же открылся. Правильно? Давайте посмотрим. Может быть... Тут появилось что-то интересное. И мы еще... Ну, под интересным я, естественно, подразумевал еще одну бездонную сумочку. Но, кажется... Кажется, нет. Хотя сейчас. Все-таки, блин. Все-таки очень хочется, да, заиметь десяток таких. И вообще не париться больше никогда. Блин. И еще бы изумрудное ожерелье нам не помешало совсем. Ладно, предположим, что нет. А что там за колечко нам подогнали? Ну. Так, а там еще кто-то, короче, сказал, что что-то будет без нас неполным. И ушел. Кто это был? И что он хотел? Ну, допустим, ладно. Мне не терпится отправиться на лысый холм. Может быть, мы могли там все сами разрешить. Но внезапно уже наши слуги и армия говорят. Ну, я надеюсь, что пем мы при этом особо не навредили. То есть привели их в себя и типа все. Так. Наша топовая пати. На лысом холме тишина. А. Проситель в замке все. Так. Так. А тогда у нас с вами что-то глобально... Вот тут дождаться развития событий. Здесь настигнем ее тень. И хищная королева тоже не очень понятно. Ну, давайте зайдем, посмотрим все-таки. Не может же быть так. Ой. Ну, я на всякий случай сначала оббафаюсь. А потом мы пойдем туда. Прям оббафаюсь конкретно. Ну, давайте вот так, наверное, нам хватит для начала. Ну, кажется... Кажется, да. При очередном нападении с лысого холма ни одной феи не пострадала. И славно. Наверное... Наверное, мы могли какие-то ништячные вещи получить. В прошлые разы там прямо мы находили такие очень-очень годные подгоны. Но, видимо, не в этот раз. Что ж, у нас получается, кроме Квеста Джейтл, такое небольшое затишье, что ли? Ха. Давайте в эту тему вернемся тогда в город. Просто неспроста же был акцент на фигуре в капюшоне. Полагаю, что, может, мы с вами можем... Ай. Блин, здесь мы не пройдем, кажется. Может, в таверне она будет. Возможно же такое. Ну, в любом случае, если что, короче, Джейтл нам работу подкинула. А там уж разберемся как-нибудь. Ха-ха. Нас все королем называют и кланяются. Вот так вот. Ну и город у нас, кстати, симпатичный. Я бы вот еще каких-то селений бы улучшил. Пошло бы нам на пользу. О, Шрум! Ваше Величество, наконец-то мы встретились лично. Для меня это честь. Получается, мы встретили... Самих себя. Окей. Что нам скажет Элина? Элина приседает в реверансе, изображая придворную даму. Добро пожаловать, Ваше Величество. Какие новости в округе? Ох, не зря я говорила, что в Питоксе не люди, а наглые лисьи в морда живут. В последнее время этих из Питокса стало как комаров по весне. Везде свой нос суют. Я, пожалуй, пойду. Наглядывайте почаще, Ваше Величество, так как я вас никто не угостит. Ну, и где? А, все горожане. Ладно, все свои, допустим. А здесь что? Ну, мы не будем обкрадывать таверну? А, мы не будем обкрадывать таверну. Мы не будем обкрадывать таверну. Нет, нет, нет. Ого. Изящно одетый мужчина откидывает с плеча золотой, заколотой булавкой плащ и клоняется вам. Мое почтение, Ваше Величество, меня зовут Алекс Ковенор. Я проделал непростой путь из самого Андорана, чтобы встретиться с вами лично. Алекс демонстрирует вам тяжелую папку с бумагами. Я выступаю как официальный представитель семейного банка «Наследие и честь». Мы располагаемся в Августане, но ведем дела далеко за пределами Андорана. Я хотел бы предложить вам открыть наше представительство в вашей столице. Я хотел бы узнать больше. Безусловно. Впрочем, Олег задумчиво взвешивает папку в руке. Не хочу утомлять вас скучными цифрами и терминами. Думаю, я лучше отдам бумаги вашему казначею, а тот уже сверит мои обещания с нашими возможностями. Прошу, задайте те вопросы, которые вас действительно волнуют. Какая мне выгодна от вашего банка? Мы не просто принимаем деньги на хранение. Мы пускаем их в оборот, заставляем работать на вкладчиков, приносить доход. Наверное, для местных жителей такие обещания будут выглядеть сладко ложью, но я готов набраться терпения и ждать, когда ветер и настроение народа переменятся. Семейный банк, говоришь? Его основал мой отец, уважаемый муж, мудрый счетовод и прозорливый предприниматель. Ныне отец передал дела мне, а сам почивает на наслуженных лаврах. Когда-то он не просто вырастил им меня и моих сестер, но и передал нам свой дух предпринимательства, за который, наверное, я никогда не смогу оплатить ему сполна. Почему именно мое королевство? Алекс смотрит на вас несколько секунд, прежде чем ответить. Если вы полагаете, что мой выбор попал на вас случайно, то напрасно. Я приложил немало усилий для того, чтобы убедиться в вашей верности принципам, которые разделяет мой народ. Речь не о каких-то догматах или законах, а об общих ценностях, которые подарила моей стране революция, и которые мы стремимся во что бы то ни стало сохранить. Честь, благородство, равенство. Все эти слова подходят к вашему королевству как нельзя лучше. Пожалуй, это все, что мне нужно знать. Надеюсь, вы остались довольно услышанным. Ну что, ваше величество, готово подписать договор? Расскажи мне об андаране. Банкир задумчиво потирает подбородок. В двух словах, ваше величество, это моя родина, где я вырос и впитал принципы, по которым живу и по сей день. А еще, это красивейший край, где всегда рады добрым путникам и открыты возможности для тех, кто не боится труда. Если мне не изменяет память, когда-то Андаран был челекской колонией? А до того частью Талдора. Да, на протяжении столетий Андаран переходил от одного к хозяину к другому. К счастью, народ сумел преодолеть пагубную инертность и выбрать независимость. Революция принесла нам новые проблемы, но вместе с тем и удивительный общественный уклад. Что за уклад? При всем моем уважении, ваше величество, но обычная форма правления, что принята в Авистане, не верна в самой своей сути. Она позволяет одним смертным возвышаться над другими, диктовать им свою волю, определять чужую судьбу. Андаран сбросил оковы тирании. Государством руководит не король и не император, а сам народ. Андараном правит народный совет, который состоит из трех с половиной сотен советников, избранников простых людей. Среди них бывшие аристократы и прочие и простые ремесленники, богатые торговцы и уважаемые старосты. Народный совет назначает верховного избранника, который официально ставят во главе государства. А еще министров, управителей, советников. Никаких привилегий и протекций, каждый получает по своим заслугам. Расскажи мне про эти возможности, которые открыты для всех. Знаете, как нашей семье удалось стать банкирами и занять достойное положение? У нас не было ни титула, ни родовых богатств. Мой дед был простым сокольничем при богатых аристократах. Зато в нашей крови было достаточно огня, чтобы решиться на, казалось бы, сумасбродный риск. Вложиться в собственное дело. Как вы можете убедиться сами, мы рисковали не зря. Такой же шанс есть у любого, кто готов засучив рукава и не запятнав совести, взяться за дело. Андоран целит предприимчивых и благородных. Очень интересно, давай вернемся к другим вопросам. Ну, Алекс кивает. Ничего себе, мы можем его прогнать. Мне нужно время, я не готов дать свое согласие прямо сейчас. Разумная предосторожность еще никому не вредила. Я передам документы одному из ваших советников. Если вы решите принять предложение банка наследия и честь, мы вернемся к обсуждению этого проекта. Алекс вежливо клоняется вам. Что по этому поводу скажет Джуби Лост? Я что-то вот понимаю, что ему полностью можно экономику доверить. Ага. Ну, видимо, ничего. А где это? Ну, это хотя бы не сделка с дьяволом. А здесь что-то нет этого. А как нам это сделать теперь? Что ж, давайте согласимся на открытие банков столицы. Благодарю вас за доверие, ваше величество. Будьте уверены, что ваши подданные оценят возможности, которые откроются перед ними с появлением нашего банка. Не буду более тратить ваше время. Последние нюансы я обсужу с вашими советниками. Алекс вежливо клоняется вам. У нас, получается, должно появиться строение? Давайте вообще посмотрим. Может, мы что-нибудь новое можем построить? Милосердие прежде закона. О, это нам показывают, типа, девиз нашего королевства. Клево. Что? О, Андоранский банк. Если соседует... Соседствует рядом с ратушей. Ну, рядом с ратушей. Кстати, почему мы... Во. Давайте улучшим все, что можем. Варварская арена. Эу. Если находится в одном поселении с кварталом кобальдов, тролли или... Так, а библиотека Нефиса у нас есть уже? Башня мага. Типография великих. А, да, библиотека Нефиса есть. Дворянское поместье. А у нас его нет, кажется, да? А, есть. Так. Лавка магической редкости Эрлены. Мы ее разве не построили? Построили. Можем даже улучшить пару раз. Главное, сейчас все деньги не спустить на это. Да, ну. Окей. Андоранский банк. Пусть будет. Так, что у нас еще интересного? Да ничего особо. Театр. Черный рынок. О, нет. Так, с региона. Мы можем присоединить два региона? Ладно, пожалуй, на этом пора закругляться. Давайте скажем спасибо Андрею, Фиолетову, Максиму, Воваеву, Мэйхаму за то, что продолжают поддерживать наш канал. Ну, и спасибо огромное всем вам. В следующем эпизоде начнем с вами с квеста Джейтл, а дальше уже, куда нас судьба поведет, туда и отправимся. А на этом пока все. Всем удачи, счастливо, пока-пока. До встречи в следующем эпизоде. Надеюсь, вы придете.